Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Меня зовут Инесса. Сегодня у нас с вами будет недельный влог для новеньких зрителей. Поясню, что это. В течение недели, каждый день я буду снимать фрагменты, как продвигаются мои вышивки. Заодно вы сможете посмотреть, как я их чередую. В общем, эти фрагменты неделю буду снимать и потом соберу в одно видео. Этот формат уже полюбился многими блогерами, многими зрителями. Но мне тоже он понравился. Это второе мое видео. Вышивальная неделя. В общем, сегодня я буду вышивать вот этот наборчик. Сегодня у нас понедельник. Называется «Какая вкуснота». От чудесной иглы. Это мой Ричард. А это наша Мурзилка. Ну, вы понимаете, почему меня этот наборчик заинтересовал. Еще я его получила в подарок, что вдвойне приятно. Ну, в общем, сейчас покажу, на какой стадии у меня находится. Вот на какой стадии находится у меня эта работа. Как видите, мне осталось совсем чуть-чуть. Осталось вышить шапочку красненькую и сделать бэкстич на глазках у котика. Вот видите, у собачки я уже сделала. Это невероятно сложный бэкстич. В четыре нитки светлая нить. Мне кажется, даже, может быть, это и слишком выбивается. Ну, в общем, не знаю. Может быть, потом переделаю. Но вот этот бэкстич в три сложения, в четыре сложения. Я не знаю, насколько он здесь оправдан. В принципе, на превьюшке-то все красиво. Может быть, у меня немножко не так получилось. Пока переделывать не буду. Постираю работу, поглажу. Только потом видно будет, переделать что-то или нет. И еще смотрите, в чем сложность. То есть, белые нитки гамма в три нити очень-очень сложно укладываются ровненько. Но об этом говорили и другие блогеры, что почему-то именно белый и светло-желтый цвет плохо ложится. Ну, ладно. Здесь еще в три нити более-менее я справилась. Но вот эти снежинки вышиваются сложением в шесть нитей. Представляете? Целой пасмой нужно вышивать вот эти одиночки. Для тех, кто любит идеальную изнанку, я не знаю, как смогли бы они одиночки вышивать, закреплять нитку. Не делая протяжек. Я, конечно же, протяжки делала. Поэтому изнанку показывать не буду, чтобы вас не шокировать. Ну, не вас, некоторых зрителей, не шокировать. Мне интересно было бы посмотреть, как любители идеальной изнанки делают вот такие одиночки в шесть нитей. Как они закрепляют нить. Но другого способа, как узелок, вот на этой одной ниточке, вообще я люблю микро-стежком закреплять. Микро-стежком это когда я отступаю, например, две клеточки и делаю стежочек, но при условии, если он будет закрываться другим цветом соседним. То есть вот здесь, вот на таком поле, я уже микро делать не буду. Но если мы вышиваем в две нити, там еще как-то можно аккуратненько замотать, ну, допустим, закрепить. Но в шесть нитей закрепить одиночку. Причем мы вышили одиночку, отрезаем. Следующую, следующие вышиваем два крестика. Понятно, что узелок уже сделать в шесть нитей, это будет слишком толсто. Складывать опять пасму вдвое. Ну, в общем, вы представляете, да? Чтобы вышить вот эти снежинки, это еще не все, они здесь тоже будут. Чтобы по всей работе вышить вот такие снежинки, это нужно иметь все-таки крепкие нервы. Мне кажется, это так. Мало того, значит, здесь в три нити, в шесть. Вот здесь в четыре нити. Поэтому при близком рассмотрении иногда кажется, что вот тут белый цвет и вот тут белый цвет. Как-то они как будто неровно смотрятся. Ну, потому что здесь в четыре нити сложения, здесь в три нити. Но когда мы будем смотреть издалека, то как раз будет снег и шапочки. Вот они такие объемные. В общем, все будет прекрасно смотреться. Но при детальном рассмотрении и в процессе вышивки некоторые моменты бывают сложные. Несмотря на то, что это такая вроде маленькая работа. В целом работа мне нравится. На такой маленькой схеме сделать такую шикарную проработку мордочек в этом чудесная игла преуспевает. Она мне, эта фирма, нравилась сразу разработкой своих схем. В общем, нареканий к схеме, к разработке абсолютно нет никаких. Единственное у меня было нарекание, что навешаны ниточки на органайзер. Неравномерно, не одинаково, где петлей, где без петли. И разные длины нитки. Это единственный минус. В остальном чудесная игла меня полностью устраивает. Схемы просто шикарные. На такой маленькой работе сделать такую проработку мордочек. Причем, посмотрите, даже выражение этих мордочек, эмоции даже переданы. Это не просто мордашки, а переданы эмоции. Ну, в общем, прекрасная работа. Планирую ее к концу недели завершить. Я надеюсь, что в конце этого видео вы увидите завершенную работу. В общем, сегодня повышеваю шапочку. Ну, а завтра я, наверное, возьму уже другой процесс. Поскольку у нас сильная жара, сегодня 35, завтра еще выше. Вообще, я смотрела прогноз на месяц. И там самая низкая температура 27-29. Все остальное выше 30. Вот, если только перед сном на дачу ездить поливать. А так, в общем-то, все дела откладываются. Мотовство по улицам. В общем, в такую жару не стоит мотаться по солнцу. Я так считаю. Поэтому буду в основном работать. У меня очень много заказов. И вышивать. Так что, надеюсь, в конце вы увидите. Хотя, как я говорю, загад не бывает богат. В общем, посмотрим. Продвижение по следующей работе уже завтра. Итак, вторник. Во вторник я вышиваю клубничную девочку. Здесь тоже мне осталось не так много. Сейчас покажу, на каком я этапе. В предыдущем видео вышивальной недели вы эту девочку видели. Там не было корзиночки с ягодками. Но без бэкстича эта девочка смотрится как-то не очень. Ну, совершенно не так, как на превью. Но это и понятно. Глаза немножечко привыкают к мурану. Но все-таки в дальнейшем я не планирую вышивать на мурана. Глаза ломать не хочется. То же самое. Нитки DMC. И ложатся они не так ровно, как ложатся коричневые нитки или красные. Почему-то у всех фирм белые нитки не такие послушные, как нитки других цветов. Но я думаю, что это в принципе объяснимо. Потому что когда нитки красят, то волокна забиваются определенным цветом и становятся более послушными. А отбеленные нитки и непрокрашенные, ну это как отбеленный волос, да. И мы если не наносим тонировку или краску, то волос тоже не такой послушный. В принципе, я думаю, это я так размышляю. Наверное, из-за этих соображений белые нитки не такие послушные. Потому что на них нет краски. Я когда-то была блондинкой. И когда я осветляла волос, мне парикмахер сказала, что обязательно нужно наносить потом краску или тонировку. Для того, чтобы там чешуйки, структура волос такая чешуйчатая. Для того, чтобы они забились и были более послушными. Когда-то давно мне это сказали. И вот я теперь так про нитки тоже рассуждаю. Так, ну в общем, отвлеклись мы от темы. Но ничего страшного. Это вышивальный влог, болтологический. Поэтому он не посвящен какой-то одной теме. Я думаю, здесь отступление от темы вполне логично. Ну, в общем, вот такие вот у меня получаются ягодки-клубнички. Конечно, когда смотришь через камеру, вот эти дырочки так хорошо все видны. И прям хорошо видно кресики, как надо вышивать. Но без камеры почему-то это все не так. Кстати, через камеру очень хорошо видно какие-то дефекты, которые не видны в процессе вышивки. Потом начинаешь снимать и видишь, что где-то ниточка неровна, где-то крестик как-то не туда. И потом исправляешь. Очень полезно иногда снимать видео. Так, я уже говорила про нашу жару. Да, ну смотрите, я даже укрылась пледом. Так классно дома с кондиционером, да, укрыться пледом. Посмотрите, здесь у меня в ногах спит ричек. Я на кровати полулежа вышиваю. Под спину подложила подушки. И вот видите, вот так мы уютненько сидим, как зимой. На улице жара за окном, а мы как зимой сидим. Так, у девочки шапочка полностью вышита. Я в конце недели сниму пяльца и покажу уже полностью, какие были продвижения. Сейчас вот ежедневно пока так снимаю, а в конце разверну и покажу, чтобы вы смогли полностью увидеть эти работы. Ну, в общем, так, получается вторник. Так, если в среду мы поедем на дачу поливать, то на даче я вышиваю свой кружевной букет. Поэтому в среду вы наверняка увидите другой процесс. Если, конечно же, у меня получится на даче повышивать, не всегда получается. Вот, иногда бывает в жару тяжело работать, и я сажусь вышиваю. А иногда все-таки могу подергать травку. Ну, ладно, не будем загадывать. Не будем загадывать. Но пока я считаю, продвижения неплохие. Если еще учесть, что лето. Летом меньше вышиваю я, чем зимой. Я думаю, нормальные продвижения. Нравится мне так вот эта девчушка. Я еще не знаю, как я буду ее оформлять. Но уж точно я не буду оформлять в рамку. Она будет лежать до того момента, пока я не придумаю, куда ее приспособить. Подушку я делать не буду. У меня подушек уже много планируется. Пока не придумаю, в какую прикладнушку мне ее оформить, я не буду оформлять. Что-то вздрагивает там, рычит. Кто там тебя во сне обижает? Маленький мой мальчик. Спит подстриженный. Мама разбудила. Спи, спи, спи. Спи. Итак, сегодня среда. Третий день вышивальной недели. У меня дачный процесс. Но на даче много вышивать не получается. Вышит был вот такой фрагмент. Вышивался двумя цветами. Вот один цвет. И здесь идет бленд. Но вот этот процесс, он как раз очень удобный для дачи. Здесь нет частой смены нити. Очень мало цветов. Большими фрагментами все вышивается. Ну, в общем, удобно. Получается, что я закончила уже цветы нижние. Так, вот эти вот цветы я уже, получается, закончила. И перешла сюда к вазе. То есть у меня вот такой участок уже вышит. Получается, что вышиваю между делом. Ну, уже вот этот участок вышит. Я уже говорила свои сомнения по поводу того, что очень темные получаются цветы. И рассказывала историю. Есть группа ВКонтакте. Нитекс. Я там задавала вопрос. Отличаются ли цвета в наборе или нет. Мой набор был укомплектован белой конвой. Но изначально шла вот такая конвой. Я ее заменила. Я не хотела вышивать на белой. Но меня смущало, такие нити или нет используются в наборе с белой конвой. Мне производитель ничего не ответил. Но до меня там уже были обсуждения, что абсолютно одинаковые нитки. Я уверяла своих зрителей, что нитки одинаковые. Так отвечает всем производитель. И представляете, мне написала зрительница в личку, что она вышивала точно такой же набор. И у нее вот здесь были переходы слишком контрастные. Ей не понравилось это. И она написала производителю. На что производитель ей ответил, что да, у вас в наборе другие цвета. Дайте адрес, мы вам вышлем другие. И выслали. Девочки, я просто была в шоке. Неужели сомнения вышивальщиц не напрасны? То есть, действительно, в разных наборах разные цвета ниток. Меня это сообщение шокировало, потому что я уверяла всех, что такого быть не может. Ну, я это читала в группе ВКонтакте. В общем, я теперь в раздумьях. Такой ли результат у меня получится в итоге. Ну, вы понимаете, да, вышивать такую огромную работу и неизвестно еще что получится. Я теперь очень-очень переживаю. Я даже думаю, что когда я закончу собачку с кошечкой, я вот этот процесс буду вышивать больше. Для того, чтобы вышить хотя бы половину. И издалека посмотреть, что получается. Пока я не увижу результат, что у меня выходит действительно что-то стоящее, я теперь не успокоюсь. Меня очень смутил этот комментарий. Он меня очень поразил. Цветов здесь используется всего 19. Какой смысл эти цвета менять? Причем здесь нитки ПНК Кирова. Тут не такие дорогостоящие нитки. И почему производитель в разные наборы вкладывает разные нитки. Ну, вот так, девочки. Там был уже в группе ВКонтакте спор. Ну, и везде всех уверяли, что нитки одни и те же, что такого быть не может. Ну, вот так. А при личном общении с вышивальщицей оказалось, что такое может быть. В общем, ладно. Надеюсь, что у меня цвета нормальные и все нормально получится. До меня, кто вышивал такой набор на Ютюбе, по-моему, у них в наборе у всех была бежевая канва. Девочки, у кого была белая канва и кто вышивал, напишите, пожалуйста, в комментариях, хороший у вас получился результат или нет. Были у вас сомнения и что получилось в итоге. Я хочу, чтобы эти комментарии ваши сохранились под видео. Вот, для того, чтобы зрители могли зайти и почитать отзывы. В общем, вот так. Такой получился сомнительный набор. Это мой первый набор от Нитекс. Если бы не вот эта вот суматоха с нитками, не разбериха, во всем остальном мне очень нравится набор. И схемка очень хорошая, удобная. Не глянцевая бумага. Единственное, вот здесь на заломах быстро протираются значки. Вот, видите. Ну, ничего страшного. Но здесь не такая сложная схема. Прочитать все можно. В общем, если бы не сомнения в нитках, вообще все было бы шикарно. Ладно, будем надеяться, что все нормально. Заодно вам хочу показать, какой наборчик со мной ездит на природу и на дачу. У меня вот такая коробочка. В этой коробочке у меня вот такие ножнички-цапельки. Кстати, этими ножничками очень удобно срезать репи с Ричарда, когда он их на природе хватает. Они не такие острые, эти ножнички. И очень удобно ими срезать репи. Так, в общем, вот такая коробочка. Здесь у меня дополнительные биндеры, потому что где-то на природе, на улице я прикрепляю. Ну, по-разному. Бывало, что и на веточке деревья вкрепила. На даче бывает к столу на скатерть креплю, если на улице вышиваю. Ну, в общем, эти биндеры пригождаются на природе, чтобы не улетало, чтобы ключ не улетал, или нитки, чтобы не улетали. Так, несколько нитевдевателей. Я не знаю, зачем несколько, но у меня их очень много, поэтому и дома у меня и с собой всегда несколько. Обязательно вспарыватель, мало ли что. Это мой любимый нитевдеватель, это не прим, это с Алиэкспресс нитевдеватели. Вот один как вожу с собой, и он не ломается, не гнется. Кстати, надо второй положить, вдруг потеряю. Ну, хотя у меня есть на всякий случай вот такие, если на природе. Вообще на природе очень легко что-либо потерять, особенно когда ветер. Ну, в общем, вот так укладываю в этой коробочке. Вот здесь перегородка, никак не умещались ножнички, и пришлось вырезать. Тимур мне вот так вырезал, и поэтому ножнички сюда умещаются. Закрывается коробочка. Так, что у меня здесь с обратной стороны? С обратной стороны. Так, опять же, биндеры. Не знаю, зачем их столько много. Наверное, чтобы пустую коробочку не возить. Скрепочки. На всякий случай тоже не знаю, никогда не пригождались. То есть, иголки, обязательно иголки, потому что иглы, бывает, ломаются. Вот у меня здесь разные с собой иголочки. Чтобы на природе меня не застало это врасплох, что мне нечем вышивать. Так, это что такое? Я даже не помню, честно говоря. Это бисер. Это золотистый бисер. Так, его нужно вытащить. Это когда я брала с собой наборчик, где было добавление бисера. Я с собой, я брала с собой. Это осталось у меня от какого-то старого процесса. В общем, это лишнее. Ну, все. Вот такая коробочка ездит со мной на дачу и на природу уже, сколько получается? Три года. Вот такие вот дела у меня в среду. Не особо большие продвижения. Но нужно заниматься дачей. В общем, посмотрим, как к концу недели, разгонюсь или нет. Но, как я уже говорила, этот процесс у меня не основной. Основной у меня процесс сейчас кошечка с собачкой. И я его вышиваю больше всего. Мне нужно его завершить. У меня в планах на этой неделе завершить процесс. Вот хотя бы один. Как я уже говорила, всегда отдаю больше предпочтения какому-то одному процессу. Для того, чтобы была готовая завершенная работа. Чтобы не было так, что куча начатых процессов, а готовых работ нет. Итак, сегодня четверг. И посмотрите, что я сегодня навышивала. Моя работа закончена. Вот такая получилась красота. Очень мне понравился этот наборчик. Такая шикарная проработка схемы. Я расскажу об этой работе поподробнее в отдельном видео. Я уже говорила, что я буду снимать абсолютно по всем своим готовым работам отдельные небольшие ролики. Для того, чтобы через поиск удобно было находить. Ну и для того, чтобы самой можно было подсчитать итоги года. Так удобнее. Я еще не завела тетрадку, где я буду отмечать, сколько у меня вышитых готовых работ. Но все равно я рано или поздно это сделаю. И по своим видео я смогу проследить, когда я закончила ту или иную работу. В общем, что я решила изменить. Не в моих правилах менять схему, но что-то добавить я могу. В общем, что здесь я добавила. Я украсила елочку металлизированными ниточками. И вот немножечко добавила блеск на шапочке, где красные ягодки. Вот чуть-чуть поблескивает. Ну, в общем, мне кажется, что так новогоднее настроение больше передается. Ну, в общем, все. Осталось мне постирать эту работу. Я уже показывала в своих видео, как я стираю работу. Но многие девочки утверждали, что на голубой конве гамма иногда остается разметка. Или в тех местах, где была разметка, немножечко конва бледнеет. Бывали такие случаи. Я не знаю. На голубой конве я вышиваю первый раз. Серая у меня была конва. Но вот такого насыщенного голубого цвета у меня еще не было. Ну, в общем, я постираю. И когда буду снимать видео о готовой работе, я там уже расскажу. Расскажу, что у меня приключилось. Как обстоят дела. Ну, я надеюсь, что все будет нормально. Сегодня пятница. Мы на даче. Вышиваю свой кружевной букет. И хочу показать вам картину, которая здесь у меня на даче. Это Риолис, турецкая гвоздика. Но вышивала я ее не шерстью, а вышивала я ее нитками мулине. Я купила набор. Начала перематывать нитки. У меня аллергия. На шерсть обнаружилось. И я взяла эти нитки шерстяные. Пошла в магазин. И подобрала похожие мулине. Здесь у меня гамма. И пару цветов не хватало в гаммовской палитре. И я купила один моток Анкор. Один моток ДМС. Ну, в общем, вот что у меня в итоге получилось. Вот эти нижние вообще обалденные. Немножечко верхние. Не совсем такие, как в оригинале. Но, в общем, целом наборчик нормальный. Конва. Конву я не использовала. Ту, которая была в наборе. Но купила похожую конву. Она подлен. Но конва очень-очень была мягкая, рыхлая. Вышивать на ней было не так, чтобы сложно. Но все-таки привыкли мы к аиде, да? Ну, ничего. Когда натянулось, все стало выглядеть нормально. Я не знаю, почему я эту работу как-то немножко забраковала. И решила, что она будет жить на даче. Хотя, вот сейчас смотрю, она мне все больше и больше нравится эта работа. А как-то первоначально мне не очень понравилось, что получилось. Ричард, не хулигань, свет мне не отключай. Ну, в общем, вот так. Будет украшать дачу. Здесь мы еще не развесили на даче ничего. Вот так, как они сделали ремонт. Обои купили, но ремонт не сделали. Поэтому картина не висит. Она просто стоит на столе. Но это не мешает нам любоваться этой картиной. Итак, сегодня воскресенье. Последний день вышивальной недели. Но я не вышиваю. Ни вчера, ни сегодня. Вчера мы ездили на рыбалку. И сегодня опять приехали на рыбалку. Вчера дождик был, но клев хороший. И мы решили сегодня опять поехать. Поэтому получается, что на этой неделе я вышивала пять дней. Два дня выходных мы провели на природе. Вот смотрите, какие у нас цветочки красивые здесь полевые. Озеро. Обожаю озера. Не люблю я речки. На озере так тихо, спокойно. Ну, не считая, конечно, нашего сильного ветра, который у нас всегда... Ну, в принципе, вот мы нашли такое место. Сейчас спустимся. Там уже не такой ветер. Там тихо. И можно будет посидеть. Если будет клевать, я буду рыбачить. Если клево не будет, то буду сидеть вышивать. Вот они, наши оренбургские поля. Видите, здесь поле с подсолнухами. Вот они, оренбургские степи. Как видите, деревьев у нас мало. И лесов у нас мало. Жарко. Ну, а я все-таки с детства привыкла и люблю отдыхать на наших озерах. Все. На этом я свое видео заканчиваю. Если вам интересно посмотреть видео о рыбалке, мои блоги, подписывайтесь на канал Жили-были. Ссылочки есть под каждым моим видео. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Пока-пока.